Широко отмечают День защитника Отечества и в Семии. Сейчас в эти минуты на центральной площади начинается городской Венский бал. Наш корреспондент в регионе Руслан Шакобаев на прямой связи со студией. Руслан, я вас приветствую, с праздником вас. Скажите, много ли собралось желающих станцевать в вальсе? Кстати, может быть, вы тоже подавали заявку на участие? Добрый вечер, Лаура. Нет, я, к сожалению, в этом году не участвую. Может быть, в следующий раз. Что касается желающих, организаторы насчитали около 30 пар. Среди участников праздника в основном военнослужащие регионального командования «Восток». Венский бал в честь Дня защитника Отечества проходит в городе уже седьмой год подряд. Правила ежегодно одни и те же. Да, мы должны быть в традиционных белых платьях, а кавалеры в парадной военной форме или в черных фраках. Но самое главное требование – это, конечно же, умение вальсировать. Всего участники подготовили больше десяти видов вальса. Давайте послушаем, что говорят сами участники бала. Я считаю сам лично, что военнослужащий должен уметь защищать родину, быть достойным защитником своего Отечества. И, конечно же, должен уметь танцевать в таком торжественном мероприятии, чтобы показывать будущему поколению, чтобы маленькие дети смотрели и брали пример с нас. Я призывалась в прошлом году. Для меня это очень-очень важное событие, так как первый раз участвую. Мы долго к этому готовились, две недели, репетировали. Очень много чего изменяли, добавляли. В этом году мы решили показать еще флешмоб. После, получается, вальса у нас будет. Модный танец. Да, еще одно мероприятие сегодня прошло в городе. Ветераны вместе с военнослужащими приняли участие в памятной акции. Участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. А мне остается добавить, что венский бал в самом разгаре и продолжится до позднего вечера. У меня пока на этом вся информация. Лаура. Ну что ж, Руслан, спасибо за интересную информацию. Мой коллега был Руслан Шакобаев на связи со студией. Продолжаем. Продолжаем.